Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Если вы видели кадры, на которых Джо Байден что-то бормочет перед публикой, а вы наверняка их видели, вряд ли мы сегодня могли бы вас чем-нибудь удивить. Будете ли вы шокированы, узнав, что Джо Байден недавно заблудился в своей же спальне? Что он представил настольную лампу как свою супругу? Что он хвастался японскому премьер-министру, как спас жизнь Марии Антуанетты в ходе кавалерийской атаки во время Крымской войны? Наверное, нет. Мы не можем утверждать, что что-либо из этого действительно произошло. Хотя могло, звучит вполне правдоподобно. Если вы думаете, что это обидные слова, не волнуйтесь, Джо Байден об этом не узнает. Он теперь уже не воспринимает других людей как реальность. Он живет в мире призраков и туманных воспоминаний. Возможно, единственное, что удивило бы вас в Джо Байдене через 15 месяцев его президентства, это то, что он планирует идти на переизбрание. Вот это уже в голове не укладывается. Невозможно, правда? Нелепо. Если бы Джо Байдену каким-то образом удалось остаться в Белом доме, к концу второго срока ему было бы 86 лет. Посчитайте сами. Даже сейчас, в 79, а это больше, средней продолжительности жизни мужчин в США, Джо Байден едва способен говорить по-английски и с годами лучше не станет. Какой будет президент из Джо Байдена к 2028 году? Подумаешь, вздрогнешь. Едва ли дополнительный ботокс и пересадка волос сделают его лучше. Сама идея гротескна. Уикенд у Берни в Белом доме. Оскорбление принципа самоуправления. Но это не значит, что так не будет. Согласно статье, опубликованной на этой неделе в газете The Hill, Джо Байден поведал своему бывшему боссу Бараку Обаме, что действительно планирует идти на переизбрание. Джо Байден считает, что он, цитирую, «единственный, кто может победить Дональда Трампа». По крайней мере, это означает, что Байден верит, что один раз уже победил Трампа. «Эй, я получил 81 миллион голосов! Может, в следующий раз получу 500 миллиардов?» И как же отреагировал Барак Обама? Газета The Hill об этом не написала. Зато мы знаем, что недавно Обама назвал Джо Байдена «вице-президентом». Так что можно догадаться. Обама никогда не скрывал, что не питает к Джо Байдену ни симпатии, ни уважения. Обама считал Байдена фальшивым, некомпетентным, старым, белым и надоедливым. И это 10 лет назад. Можете себе представить, как Обама относится к возможному президентству 86-летнего Джо Байдена? Для сравнения, Мишель Обаме к ближайшим президентским выборам едва исполнится 60. Ясно же, что сейчас ее очередь. И так думает не только Обама. Многие демократы разделяют это мнение. Сегодня утром, просто для развлечения, мы попытались найти представителя демократической партии, готового под запись поддержать выдвижение Джо Байдена на второй срок. И не нашли ни одного. Имейте в виду, те же самые люди с восторгом расскажут вам, что вы можете изменить свой биологический пол, просто пожелав этого. Как по щелчку каблуков Дороти в стране ОС. Вжух, и ты трансгендер! В это, по их мнению, можно поверить. Однако они не станут говорить вам, что Байден должен еще раз стать президентом. Агитировать за переизбрание Байдена слишком абсурдно даже для них. Никакой доверчивости не хватит, чтобы в это поверить. Джо Байден? Да ладно. Таково сегодня общее мнение в Вашингтоне, и на сей раз оно верно. Учитывая все это, понимаешь, что происходит со средствами массовой информации. Самые верные сторонники Байдена набросились на него, что есть сил. Добившись сперва избрания манекена, журналисты Белого дома теперь каждый вечер рассказывают вам, что он неудачник. Они не хотят, чтобы он снова баллотировался. Они знают, что он проиграет. Посмотрите, как CNN говорит, что Байден не так популярен, как заболевания, передающиеся половым путем. Разброс от 30 с небольшим до 40 с небольшим, 40 с небольшим тоже нехорошо. Ключевой момент. Один из самых низких показателей, зафиксированных данным социологическим центром. Самый низкий здесь, здесь, здесь на один пункт выше самого низкого. Здесь самый низкий. И когда 3-4 социологических центра показывают самый низкий рейтинг президента Соединенных Штатов, это значит, что у президента большие проблемы, по крайней мере, по сравнению с его прошлыми позициями. Это самый низкий показатель среди всех президентов, избранных на эту должность, а не занявших ее с поста вице-президента. Это очень-очень плохие цифры. Это один видеофрагмент, но прилизанный журналист CNN, демонстрирующий данные опросов, не исключение. Практически все средства массовой информации в стране говорят одно и то же. Они уже не просто зачитывают ужасные результаты опросов, они с ними соглашаются. Перевод для выпуска взят с ресурса ИНО-ТВ. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok